Всем привет! С вами Димон и Пумба, и сегодня мы поговорим про зимовку для муравьев. Что это такое, как ее проводить и для каких видов муравьев она обязательно, а для каких нет. Все это мы сегодня разберем, поговорим подробно. Это видео будет в формате подкастов, постмодерн, все дела. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, заваривайте печеньки. Даже не спрашивайте, как их можно заварить. Главное, что видео обещает быть интересным. Погнали! Перед началом видео... Нет, рекламы не будет, я просто посоветую наш новый сайт. Это наш новый информационный ресурс. Там я пишу, и не только я, различные интересные статьи про муравьев, и не только. Думаю, всем, кто так или иначе увлекается мирмекиперством, содержанием муравьев дома или в принципе насекомыми, или даже макросъемкой, почему бы и нет, будет интересно зайти на наш сайт и почитать статьи, туториалы, интересные факты и так далее. Поэтому переходите по ссылке в описании, ну а мы перейдем к теме нашего сегодняшнего видео. Итак, зимовка для муравьев. Что же это такое? Каким видом она нужна? Давайте обо всем по порядку. Не секрет, что мы живем в северном регионе. Да, Россия это, безусловно, большая страна. Есть и Норильск, есть и Сочи. Я живу ближе к Сочи, то есть в Ростовской области. Это все-таки считается относительно юг. Но большинство зрителей моего канала, скорее всего, приближены к средней полосе России или даже к северным регионам. Хотя меня смотрят из Казахстана, из Украины, из Беларуси. Но Беларусь это, опять же, ближе к северу. Все животные, или по крайней мере их большинство, исключая перелетных птиц, которые улетают на зиму, так или иначе проводят зиму в неком состоянии спячки, диапаузы. У всех это по-разному проявляется, и муравьи здесь не исключение. Да, в теории у муравьев никакой зимовки нет. Правильно это называть диапаузой, но поскольку многим свойственно упрощать, называется это в простонародье зимовка. Что она из себя представляет? Муравьи животные хладнокровные, и зимой, конечно, они впадают в некое подобие анабиоза. Если вкратце, то поддерживать постоянную температуру тела, как человек или кошка или любое другое теплокровное животное, может организм только с четырехкамерным сердцем, то есть там, где кровь артериальная разделяется с венозной. Это позволяет вырабатывать больше АТФ и много других плюшек, о которых вы сможете узнать из курса биологии за девятый класс. Сейчас не об этом. Муравьи животные не теплокровные. Соответственно, при понижении температуры они замедляются. По закону у какого-то умного ученого, скорость химических реакций с понижением на 10 градусов уменьшается в 4 раза. То есть на каждые 10 градусов муравьи по факту в 4 раза замедляются. Ну или как-то так. Есть, конечно, такие уникумы, как, например, муравьи формика руфа, протенсис, поликтена, которые умудряются в минус 4 влазить на поверхность, когда снег еще лежит в апреле, ну в Московской области и в других северных регионах. Однако это скорее исключение. Большинство муравьев спят зимой и находятся в состоянии некоего обледенения. Соответственно, их поведенческие модели также приспособились к такому ритму жизни. Как это проявляется у них? Из-за того, что зимой им невозможно просто растить расплод, соответственно, и в искусственных условиях, даже если создать им температуру, к октябрю-ноябрю муравьи просто перестают растить личинок. Соответственно, рост колонии полностью останавливается. И для того, чтобы им начать растить новое поколение, они должны прозимовать. То есть вот этот этап в их жизни пройти в обязательном порядке. Это уже установилось на уровне их биохимии. И без зимовки они развиваться дальше банально не могут. Безусловно, это относится не ко всем видам, которые живут на территории Российской Федерации. Конечно, большинство видов более южных, таких как мессоры, тетрамориумы, им зимовка не требуется. То есть, конечно, желательно ее проведение, но и без зимовки муравьи вполне хорошо развиваются. Практика показала, что просто те колонии, которые не уходят на зимовку в определенное время, они на зиму также останавливаются в росте. Но их не обязательно убирать в холод. И вот с этим как раз возникают основные проблемы. Поскольку не у всех есть возможность поместить муравьев на зимовку в холодильник. Да, именно холодильник является идеальным местом для проведения зимовки для муравьев. Основная плюшка холодильника в том, что там поддерживается постоянная стабильная температура плюс 5, плюс 3 градуса. Это наилучшие оптимальные условия для муравьев. Они стабильные, там нет перепадов температур. И, конечно же, в идеале муравьев нужно зимовать в холодильнике. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. А пока давайте рассмотрим, каких муравьев из тех, которые у вас, возможно, имеются в коллекции, стоит отправлять на зимовку. И когда лучше это делать. И когда, соответственно, их оттуда выводить. Безусловно, самые популярные муравьи в коллекциях российских и не только киперов, которым нужна зимовка, прямо необходима, это различные компонотусы. Компонотус вагус, компонотус саксатилис. Вот эти самые гигантские, красивые муравьи, которых все так любят за размеры, за глянцевый окрас. Они просто шикарные. Но единственный минус, им нужна зимовка. И зимовка долгая, потому что вид этот довольно северный. И даже те вагусы, которые обитают на территории Ростовской области, нуждаются как минимум в зимовке несколько месяцев. А в идеале это 4-5 месяцев стабильной температуры в холодильнике. Да, вот такие они привередливые. Помимо компонотусов, в зимовке нуждаются в принципе все муравьи, которые живут в северных регионах. Это чаще всего мирмики, высшие формики, хотя и сервеформикам также нужна зимовка, лептотораксы, темнотораксы и другие виды, которые вы можете найти теоретически на территориях средней полосы России и севернее. Все, что южнее, то есть Волгоградская, Ростовская область, конечно же Краснодарский край там, муравьи уже привыкли жить в более теплых условиях. В Краснодарском крае вообще, в принципе, как таковой зимы холодной не бывает, поэтому эти муравьи могут обходиться без зимовки. Но стоит помнить, что формики, даже те, которые водятся в Краснодарском крае, вот им зимовка нужна. Без нее они чаще всего просто банально не развиваются. Всем остальным южным видам зимовка не обязательно, они просто впадают в некую такую диапаузу на зиму, перестают развиваться, и это нормально. Так что, если у вас муравьи резко начинают осенью, у них резко уменьшается количество расплода, они становятся вялыми, малоактивными, хуже охотятся, это нормально, и, скорее всего, это продлится примерно до марта-апреля месяца. Заметили, как у меня резко потемнело в кадре, да? Вот солнце проказника. Я вот, не поставь я софтбокс, сейчас бы была темная картинка. Мне приятно бы получилось, да. Да-да. Теперь про время зимовки, сколько и где ее нужно проводить. Чаще всего у мирмекиперов возникает вопрос, в каком месяце, вообще в какую неделю, там иногда уникумы доходят до определения, в какой день осени нужно начинать зимовку, и такие вопросы я видел. Я увожу своих муравьев на зимовку в ноябре, просто потому, что у нас до октября еще в природе тепло, и зима у нас начинается, по факту, только с конца ноября месяца. Так вот, ввожу я их в зимовку в ноябре, и вывожу примерно в феврале. То есть это получается, раз, два, три, примерно три месяца. У меня есть и компонотус вагус, вы сейчас скажете, что им нужна более длительная зимовка, но я вам отвечу, что эти колонии были помены в Ростовской области, и здесь все-таки чуть-чуть потеплее, и им три месяца зимовки, я считаю, вполне хватает. Если вы своих вагусов ловите где-нибудь на севере, то им там нужна, конечно, зимовка 5-6 месяцев. Соответственно, оптимальный срок это месяца 3-4. Он подходит, в принципе, для большинства видов, которым теоретически нужна зимовка. Вот основной болезненный вопрос. Где ее проводить? Как я уже ответил раньше, идеальным местом будет ваш холодильник. Но предопределяя вопрос многих, что у меня там жена, мама, теща не разрешает муравьев поместить в холодильник, это мой случай как раз-таки, будем решать, какие есть альтернативы, и где еще можно провести зимовку. Я, наверное, уже рассказывал и в прошлых видео, и, возможно, в этом видео обмолвился, кто меня знает. Я провожу зимовку на своем балконе. Вот там буквально, вот дверь видно. И там, конечно, не идеальные, далеко не идеальные условия, но, как показала практика, муравьи вполне себе оценивают даже такую зимовку, и даже с такой зимовкой развиваются лучше, чем, в принципе, без нее. Соответственно, ну, на безрыбье и рак рыба. В данном случае рак это балкон. Тут все зависит от климатических условий, в которых вы живете. Соответственно, если это какой-нибудь Норильск или там Мурманск, я понимаю, что на балконе у вас зимой минус 20, и туда муравьев выносить вообще нельзя. То есть минимальные температуры, которые они переносят, ну, не то, что которые они переносят, а скорее, которые им комфортны, и после которых они 100% будут живые, здоровые, и будут плодиться еще лучше, чем перед зимовкой, это до нуля градусов. То есть все, что ниже нуля, все, что температура морозилки холодильника, не основной камеры, а морозилки, это уже плохо. И если у вас зимой такие температуры, либо следите за ними, то есть на ночь выносите их куда-то в сене, в холодный коридор, я уж не знаю, что там у вас есть, кто-то живет в частном секторе, кто-то живет, у него есть подвал, у кого-то нет подвала. Нужно действовать по ситуации. У некоторых настолько холодно зимой в квартире, что даже поставив муравьев на подоконник рядом со стеклом, там уже будет температура в районе 10-5 градусов, и, соответственно, такая зимовка тоже для муравьев подойдет. У меня на балконе не плюс 3, у меня на балконе от плюс 15 до плюс 7. Зимой иногда бывает плюс 3, плюс 2 градуса. Все дело в том, что он напрямую примыкает к комнате, и температура там не такая уж и прохладная. К тому же зимы у нас нормальная, уже третий год нету, глобальное потепление у нас вообще в Ростовской области, скоро ее не будет. Я даже не помню, выпадал ли у нас снег этой зимой. Поэтому в моем случае балкон это оптимальная ситуация. Если у вас на балконе очень холодно, ну, придумывайте какие-то другие варианты. Возможно поставить муравьев рядом с холодильником, возможно поставить муравьев под подоконник, на подоконник, там, где у вас будет стабильно, ну, хотя бы температура. Старайтесь просто найти место, где колебания температуры будут не больше 10 градусов. Можно ли обойтись без зимовки? Тоже часто встречаемый вопрос, который я очень часто слышал от начинающих киперов. Тут все неоднозначно. Сразу скажу, что компонотусам и формикам зимовка обязательно в любых случаях, то есть без нее они вообще не развиваются. Это уже проверено и мной, и другими моими коллегами неоднократно. Даже серви-формики, которые живут на юге, они также не развиваются. Я об этом уже сказал. Компонотусы тем более. Им зимовка не обязательно. Если вы не можете ее обеспечить, просто, ну, не заводите данных муравьев. Может быть, вам удастся отправить их в деревню к родственникам на зимовку. Может быть, к родственникам холодильника. Они окажутся более благосклонными к муравьям. Я уж не знаю. Либо ищите какие-то варианты, как провести зимовку, либо, в принципе, не заводить этих муравьев. Что касается мессоров и других, которые живут более в южных регионах, лазиусы. Тоже частый вопрос. Лазиусам, мессорам зимовка не обязательно. Им можно ее не проводить, либо проводить в лайт-варианте. То есть, так как я сказал, ставить на подоконник там, где, например, дует, поддувается окна. Таким образом вы и щель заткнете, ну, хотя бы наполовину. И муравьям зимовку некую проведете. Ну, примерно как-то так. Я своих муравьев еще не вводил в зимовку. Я это буду делать примерно через недели 2-3, в конце октября. Об этом я тоже сниму видео, как и в прошлом году. Расскажу, что в этом году, какие нюансы. Посмотрим вообще на погоду. Может быть, похолодает у нас даже завтра. И я завтра пойду этот ролик записывать. Кто знает. Глобальное потепление штука непредсказуемая. Пусть кто-то в нее не верит, но от этого она не перестает быть. И от этого она не перестает ощущаться в южных регионах нашей необъятной. Поэтому проводите зимовку и будьте бдительны. Многие просили снять у меня этот видеоролик уже давно. И надеюсь, что большинство вопросов после него у вас отпало. Ну, а если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это будет, ну, главной благодарностью вам за мои труды. Хотя трудами это сложно назвать, но, по крайней мере, я вот за камерой сижу уже 3 часа. Это, наверное, дубль пятый примерно. Пока я собрался с мыслями и сформулировал все в более-менее краткий рассказ. Поэтому переходите на наш сайт, переходите на все наши социальные сети. Это, в первую очередь, наша группа ВКонтакте, где происходит весь основной движ. Это наш Дискорд-сервер, это наш Телеграм-сервер, это мой Инстаграм и все остальное. Все ссылки есть в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и ставьте обязательно колокольчик. Это... У меня упал микрофон к концу ролика. Это мега важно, потому что без колокольчика видео это вам бы не пришло. Вот кому не пришло, те, знаете, что на будущее без колокольчика, вот там кнопочка такая есть. Это первый ролик, да, когда я заканчиваю его, держа микрофон в своей собственной руке. Надеюсь, что он окончательно сейчас не упадет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Димон и Пумба. Да пребудет с вами матка. И всем пока. Такой байдой убить можно, я вам скажу. Субтитры сделал DimaTorzok